Когда свежих фруктов и овощей очень мало, а организм весьма нуждается в витаминах, приготовьте для своих родных необычный десерт из обычной моркови. Как это сделать, расскажет Аллочка Ковальчук. Встречайте! Аллочка, привет! Ну, с морковью ты дружна. Я помню необыкновенно вкусный рулет из моркови. А теперь какой-то десерт будет. Да, морковка полезна. Витамин А, витамин В, витамин С. Морковка улучшает состояние кожи. При авитаминозе морковка – это незаменимый помощник. Но, понимаешь, всю зиму мы ели эту морковку. Ну, надоело уже. Просто уже надоело. Поэтому приходится фантазировать, приходится что-то выдумывать и добавлять. И я вам скажу, что именно в кондитерских изделиях морковка очень вкусно смакует. Морковяную выпечку начали готовить на территории Европы еще в средневековье. Адже цей помаранчевый овощ мистит в себе великую колькість цукру. Тому моркву почали використовувати у выпечки пирогов и пудингов, как найдоступнейший пиццелоджувач и заменник цукру. Якого в моркви не набагато меньше, ніж в цукровом буряце. А уже под час Другое світовое войне морквяні пироги стали популярными в Великобританії. В 60-е годы в ресторанах США появляются первые морквяні торты с вершковым кремом, которые в 70-е годы вошли в пятерку кращих десертів світу. Десерт из этого овоща очень популярный и сегодня. То же просто сейчас приготовьтесь записывать рецепт морквяного пирога и с цитрусовым кремом від Алли Ковальчук. И что же ты придумала? Я придумала, ты знаешь, вернее, даже не я придумала, я просто немножечко додумала. А что именно? Я тебе сейчас быстренько расскажу, откуда это, у меня такая идея появилась. Значит, моя дочь, она очень любит смотреть сериал «Отчайные домохозяйки». И вот как-то я раз глазиком посмотрела, то вроде интересно. Потом серию, а потом она меня посадила на этот сериал. И там такие женщины, знаешь, там все хорошо, суть какая. Одна женщина там готовила обалденный десерт именно с морковью, пирог. И там она всех угощала, никому не говорила, как оно сделано. Все хотели этот рецепт. И одна там стащила этот рецепт. Ну, приготовила, но получился не десерт, а получилась просто морковка, будем говорить так. Ну, я думаю так, а чем я не отчаянна домохозяйка? Фу-мою, ты кувала, то-то, 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 и получился прекрасный десерт. Я тебе скажу, что морковка вареная, морковка печеная, морковка в салате, она как-то не очень. А когда именно используешь морковку в кондитерском изделии, в данном случае в нашем пироге, вкус морковки напоминает курагу, и это очень вкусно. Для приготовления нам нужно две вареных вот таких вот морковки. О, ты уже сварила. Да, я сварила, чтобы не терять время. Я буду заниматься сейчас морковью, Надюшенька, а ты сейчас будешь соединять все сухие ингредиенты, Надюшенька. О, отлично, давай. Значит, нам понадобится мука, сахар, у нас идет корица и мускатный орех, и ванильный сахар. И разрыхлитель? И разрыхлитель мы добавим потом. У нас идет чайная ложка разрыхлителя и чайная ложка соды. Почему сода? Морковь наша тяжелая, и чтобы поднялось наше тесто, мы будем использовать соду, не гашеную. Так, я сейчас возьму мясорубку, потому что погружным блендером, если мы будем измельчать морковку, она будет просто как паста. А нам нужно, чтобы были маленькие-маленькие там кусочки. Поэтому мы все перекрутим на мясорубку. И благодаря нашей кухонной машине с этой задачей мы справимся быстро и безо всяких усилий. Аллочка, я же по количеству, я тут сыплю все, что ты приготовила. Нам нужно два стакана муки и полтора стакана сахара. Именно для теста. Хорошо. Одна чайная ложечка у нас идет корицы, четверть чайной ложки мускатного ореха, чайная ложка разрыхлителя и чайная ложечка соды. Пошла морковочка. Слушай, это такое ароматное тесто будет. Да. Плюс еще сама морковь тоже. Ну ты знаешь, я вот честно скажу, этот десерт как раз для меня. Потому что вареную морковь я не люблю. Именно вареную. А вот вареная морковь, в отличие от многих других отваренных овощей, полезная, сохраняет свои свойства. Поэтому мне необыкновенно интересно, как будет в этом десерте. Она не будет чувствоваться и она не будет казаться вареной. Я беру 100 граммов орехов. Это где-то 2 столовые ложки. Мы закончили. Вот у нас получилась вот такая масса. Две морковки перетертых и 100 граммов грецких орехов. Ну как это все-таки происходит? Как ты угадываешь рецепт по телевизору? Надюшенька, я не угадываю. Они говорят, это так вкусно, это так вкусно. А если вкусно, значит нужно что использовать? Масло или растительно-сливочную смесь, яйца. И начинаешь методом тыка и методом опыта. И еще все время я говорю, что главное, чтобы было желание. Так, Надюшенька, ты все сделала, молодец. Сейчас мы возьмем растительно-сливочную смесь. Благодаря наличию растительных масел смеси наша выпечка получится пышной. А благодаря наличию сливочного масла выпечка получится ароматной. У нас здесь 200 граммов размягченной растительно-сливочной смеси. Нам понадобится чуть больше половины. То есть это будет где-то у нас 175 граммов. Я отправляю сюда растительно-сливочную смесь. Аллочка, раз ты уже увидела, какие в жизни ситуации бывают, ну я имею в виду в сериале «Отчаянные домохозяйки», где одна подруга, она не подруга была, злопыхательница, украла рецепт у другой. Бывало такое в жизни? Ой, бывало и не один раз. Ты знаешь, когда я еще была совсем молодой, когда я еще была первый раз замужем, поехала я первый раз, это мне было 20 лет, в Ялту. Боже мой, Ялта. И купила там себе, знаешь, такую книжечку кулинарные рецепты. Такая, знаешь, там написано «Состав», «Как приготовить». И там все были у меня рецепты. И рецепты я записывала даже своей бабушке. У меня вот бабушка делала Наполеон, который никто не мог... Он такой простой, там три коржа, но это было просто что-то. А на работе, когда я работала в меховом ателье, приносили там все, знаешь, уже такие знатные хозяйки там. Ой, да я вот такой тур сделала, Алла Сидину, шо жали сделать. Ну, Алла сделала Наполеон, понравился всем. Однажды одна там моя со-трудница говорит, Алла, я так бы вот хотела там что-то узнать туда-сюда. Я говорю, ну хорошо, я принесу книгу. Принесла книгу, рассказала как-то. А ты мне расскажи, свой рецепт записала. Оставила эту книгу на столе. Ну, я работала в меховом ателье, ты же помнишь, Надюша. Остановимся на меховом ателье. Давай, я запомнила на меховом ателье. Я сейчас отправила сюда растительно-сливочную смесь. Теперь я добавлю полстаканчика сахарку. И мы сейчас должны растительно-сливочную смесь вместе с сахаром перетереть. И мы с места мехового ателье продолжаем эту историю. Да. Приходит какой-то праздник, смотрю, приносит, не буду называть ее имени, приносит мой Наполеон, вернее, моей бабушке. Я вообще просто фонарела. Она сперла у меня с книги мой рецепт без моего разрешения. Однажды было, когда я приехала уже сюда, вернее, не сюда, в Кременчуг. И моя невестка, Лариса, привет тебе. Она говорит, ой, а вот такой вкусненький медовик. А медовик я взяла на работе, мне девочка рассказала. Прихожу к ней в гости мой медовик. Ну, не елки-палки, а. И ты вот спрашиваешь, подружки могут стырить ваши рецепты. Будьте внимательны. Я вот, однако, не пойму, в чем тут проблема, хоть убей меня. А в том проблема, что нельзя ничего без спроса брать. Нужно спросить. Алла, как ты это делала? Это мой рецепт. Ну да, патента на него нет, но это мой рецепт, Надюш. У нас перетерлась растительно-сливочная смесь с маслом. Я беру два яйца и разбиваю их прямо сюда, Надюш. Раз. Нет, я согласна, конечно, но надо спросить разрешение. Просто для меня ты уже вот образ человека, который все рецепты стране раздают. Не то, что там подруги. Все могут пользоваться твоими рецептами. Наденько. Но я же не сказала, что это было вчера. Это было так давно. Я просто не хочу еще раз, лишний раз подчеркивать, сколько лет. Поэтому закончим на этом. Да, все, мы сосредоточимся на морковном пироге. Морковном пироге. Морковном пироге. У нас сейчас яйцо должно соединиться. А духовку разогреть. 200 градусов ставь пока. А в это время я подготовлю форму. Пергамент у меня внизу. Я сейчас просто-напросто чуть-чуть слегка смажу растительно-сливочной смесью. Так, смазываем. Так, у нас здесь уже яйцо соединилось. Я добавляю сюда нашу измельченную морковку с орехами. Аллочка, ну поскольку сырая морковка есть, значит она тоже для чего-то пригодится? Да, Надюшенька. Дело в том, что любой тортик, любой пирог при подаче нужно чем-то украсить. И коль у нас здесь морковка, то у нас будут украшения именно кусочки карамелизированной морковки. Это очень просто, но это очень вкусно и сыграет свою роль. Так, вот получилась такая вот у нас смесь. И сейчас, Надюшенька, мы должны через сито пересеять сюда все сухие продукты, которые ты соединила. Аллочка, а почему ты так настаиваешь на сите? Ведь ты же знаешь, что я всегда просеиваю муку. Но мы должны сейчас пересеять для того, чтобы наши продукты еще лучше соединились между собой. Если у тебя просеянная мука, я это знаю, но у нас не только мука, у нас там и разрыхлитель, и сода. И корица, и ванильный сахар, поэтому мы должны, чтобы все соединилось. И плюс еще больше насытится кислородом наша мука, и изделие будет еще лучше. Но разрыхлитель и соду я пока не добавляла, Аллочка. Ты не добавляла, да? Ну, сейчас добавим. Конечно, если использовать сахарную пудру, это идеально. Так, я думаю, что нам достаточно будет полморковки. Вот я порезала вот такими вот слайзами. Это ты уже для карамелизации, да? Да. Надюшенька, ты соединила? Да. Все. Сейчас я поставлю, пусть у нас это все вымешивается до конца. Не удержалась? Вкусно. Вкусно, да? Это самое главное. Давай я тоже помогу тебе, да? Резать? Нет, 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 этого достаточно, Надюшенька. Я беру сковородочку, включаю. Мы сейчас должны сюда, на сковородочку, отправить полстакана сахара. То есть мы делаем сейчас карамель, но не густую. Мы чуть-чуть должны закарамелизировать нашу морковку. И чуть меньше водички, чтобы наша карамель была не очень твердой. Мы сейчас все это перебьем, соединим с содой. Никаких проблем, все у нас соединилось. Снимаем. Такой красивый цвет у теста, но, естественно, там же морковка. Вот такое тесто. Пахнет. Это у нас готово. Вот тебе смазанная форма. Пожалуйста, вот тебе лопаточка, которую мы размешивали. Отправляй туда. Выпекаем один вот такой большой кофе. Так, начинает у нас кипеть. Только сахар растворится. Я отправляю нашу соломку с морковочкой в духовке. 200 градусов. Мы отправляем на 30 минут. Я отправила морковку и добавим чуть-чуть цедры натертой. Это для того, чтобы у нас был такой приятный вкус. Убавили огонь. И мы минут 10 должны карамелизировать нашу морковку. То есть, когда морковка начнет менять цвет, чуть-чуть коричневый, мы выключаем. Главное, не передержать, чтобы тогда не было такого, что морковка у нас будет стеклянной. Пойдем, я открываю. Пожалуйста. 30 минут будет выпекаться морковный пирог в духовке, разогретый до 200 градусов. За это время и морковь карамелизируется. А для нас с вами время пролетит незаметно. Морковный пирог по рецепту Аллочки Ковальчук. Полчаса в духовке, рукавица готова. Достаем. О, отлично. Выключай духовку. Красавец. 15 минут у нас он остывает. Мы его не трогаем. Морковка карамелизировалась. Вот так вот сделайте, чтобы эта карамель у нас немножечко вот так вот набок получилась. А морковочка, чтобы обсохла, потому что если на бумагу, оно пристанет. Если у вас есть силиконовый коврик, вы можете на силиконовый коврик. Последний штрих. Мы должны сделать крем. Мы берем 100 миллилитров сливок. Чем жирнее, тем лучше. Включаем. Нужно добавить полстакана сахара или чуть больше половины стакана пудры. Добавим пудру, правда, чтобы нежнее было? Конечно, давай. Аллочка, может, я пока достану пирог из формы? Конечно, конечно. Да, Надюшенька. Пудру добавляйте частями, не сразу. Так наши сливки быстрее и лучше взобьются. Ну, Саше-то, понравилось ей, когда ты приготовила такой пирог? Моей Саше понравилось, но она все равно сказала, что, мама, ну, вот там что-то не так. Что-то там не так. У меня тоже был такой момент, когда литературное произведение повлияло на наше меню. Когда у меня сын читал про малыша и Карлсона, и там готовили тевтельки. Ага. Сливки у нас взбиваются. Мы к сливкам должны добавить 100 граммов сырковой массы. Нежный творог. Это не значит, что сырковая масса, которая продается, уже готовая. Нет. Именно творог, чистый творог, жирный, перетертый. Сливки взбиваем для того, чтобы после того, как мы добавим творог, чтобы у нас крем был пышным. Так, здесь чуть-чуть больше у нас 100 граммов. Немножко останется. Добавляем две ложки апельсинового сока. Добавляем ванильный сахар. И одну чайную ложку цедры. Готово? Ну, конечно. Смотри, какой получился у нас крем. Воздушно. Ну, в принципе, с таким кремом, Алла, я тебе скажу. Любое блюдо вкусное, да? А он потом еще должен постоять, пропитаться? По идее, он должен еще постоять. Хотя бы на час нужно за тортик забыть. Не жалейте крема. Надеженька, давай будем морковочку. Конечно, необычно звучит фраза «украсим торт морковкой». Но через минутку мы еще его и попробуем. А я пока напомню, как мы готовили этот необычный десерт. Для приготовления морковного пирога вам понадобится мука, морковь, сода, разрыхлитель, соль, корица, мускатный орех, сахар, ванильный сахар, яйца, растительно-сливочная смесь, грецкие орехи. Смешайте муку, разрыхлитель, соду, мускатный орех, корицу. Просейте через сито. Взбейте яйца, растительно-сливочную смесь или масло, сахар и ванильный сахар. Добавьте натертую морковь в яичную смесь. Добавьте орехи. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты и размешивайте. Выложите в форму с пергаментом, смазанную растительно-сливочной смесью. Выпекайте 30 минут при температуре 200 градусов. Дайте готовому пирогу немного остыть. Для приготовления карамелизированной моркови возьмите морковь, сахар, воду. Нарежьте на тонкие полоски морковь, смешайте сахар и воду, доведите до кипения, опустите морковь и карамелизируйте в течение 15 минут. Для цитрусового крема вам понадобится апельсиновый сок, сливки, мягкий творог, ванильный сахар, корица, сахар или сахарная пудра. Смешайте творог, сливки, цедру апельсина, ванильный сахар и апельсиновый сок. Добавьте корицу и сахар. Перемешайте. Смажьте готовым кремом пирог, украсьте карамельными кусочками моркови и подавайте к столу. Какая красивая все-таки морковь карамелизированная. А если еще сделать не соломкой, а разные фигурочки, то и будет еще красивее. Надюша, давай будем пробовать, потому что глазу Люба, а нужно попробовать на зуб. Пожалуйста. Конечно, у нас час не простоял, этот пирог не пропитывался, но какого он на вкус, все-таки можно сразу определить. Мягкий, воздушный. Конечно, я вам скажу, ты, Аллочка, молодец рецепты придумывать. Я уверена, что у американских отчаянных домохозяек не такой он вкусный, этот великолепный пирог. Мне что нравится? Я очень люблю, когда сочное тесто. И вот здесь вот это есть. Плюс ароматная благодаря специям, плюс нежная благодаря моркови, ты волшебница. И, кстати, моя проблема решена. Это абсолютно не похоже на вареную морковь, даже признаков вареной моркови по вкусу нет, а она там есть. А ты попробовала морковку? А теперь карамелизированная морковь. На что похожа карамелизированная морковь? На цукаты. Правильно. Именно апельсиновая, правда? Да. Конечно, Аллочка, что я тебе хочу сказать? Я от души хочу, чтобы мои гости тоже насладились этим вкусом. Ну, Адюшенька, ну ты же знаешь, как всегда, все попробуете. Угосяйтесь, пожалуйста. Ну что, вам вкусно? Понравилось? О, конечно. Спасибо тебе, Алла, за то, что с морковкой, прекрасным и полезным овощем у нас есть еще один необыкновенно вкусный десерт. Спасибо вам. Привет, Ютуб. Если вам понравилось это видео, жмите подписаться. И тогда все лучшие рецепты от Аллы Ковальчук вы будете знать первыми. Подруги обзавидуются. Обзавидуются. Субтитры создавал DimaTorzok